привет всем кто заглянул на мой канал февраль в разгаре и самое время провести ревизию клубни георгин осенью я снимала небольшой ролик о подготовке клубни к зимовке кому будет интересно я скину в описании ссылочку ну а сейчас пришло время посмотреть как же они зимуют и как они уже готовятся некоторые к началу нового сезона прошлом ролике я рассказывала о том что просто с осени промываю хорошенько все клубни подсушиваю и складываю в обычные полиэтиленовые пакеты и потом храню вот в такой вот обычной картонной коробке пакеты не завязаны плотно даже не стянуты скажем так довольно таки крепко то есть в таком виде они были у меня чтобы все-таки воздухообмен происходил и не было создание какой-то лишней влажности и застоя воздуха как видим уже вот даже на этих небольших выборках георгин видно насколько сильно отличается и клубни по форме по размеру уточню еще разок что я уже много лет выращиваю исключительно карликовые низкие георгинки те которые не требуют абсолютно никакой подвязки устойчивы к дождю и в то же время они прекрасно могут быть использованы в составлении различных цветочных композиций отлично стоят в срезке и на мой взгляд для декора именно декора участков особенно небольших с возможностью их выращивания в контейнерах в горшках в чугунках как у меня в деревенских старых это в общем-то лучший вариант все георгины которые высаживаются их высаживаю кучами по сортам обязательно вот такая вот этикеточка это сделано нарезано сайдинг наружный очень плотно то есть его не сломаешь и даже если ногой станешь удобно обычным карандашом подписано и вот в таком виде эти этикетки они с года в год у меня проходят по кругу то есть весной я высаживаю сорт туда вставляю этикеточку осенью когда копаю это же этикетка уходит вместе с клубнями в пакет сейчас каковы действия мои будут с осенью я абсолютно никак не обрабатывала клубни вы видите они такие вот и с хвостами с какими-то есть где-то подсохшие вот тут что-то такое даже немного подгнившие сейчас секатором обычным я естественно все ненужное по удаляю и в конечном итоге у меня будут вот такие вот аккуратненькие чистенькие хорошенькие саженцы для миниатюрных бордюрных хризантем вот такой казалось бы совсем маленький да в сравнении с ладонью саженец он в принципе стандартного размера и прекрасно себя покажет летом длительным цветением до самой самой поздней осени то есть вот эти вот бордюрные георгины они в принципе не наращивают очень крупных клубней ну а даже то что наращивается я ежегодно хорошенечко делю из личного опыта это приводит к еще более пышному хорошему цветению и хорошему нарастанию здесь вот другой сорт у меня получился так red pigmi немножко тут конечно засада вышла вот начал портится вот этот вот клубенек и за счет скажем так гниения вот видите вот он уже совсем пустой казался отдельный клубень была повышена естественно влажность и мы видим что вот уже начинает прорастать почка но в принципе для 10 февраля это не критично при том я сейчас это все подрежу почищу уберу все данном клубне тоже видно да что она и подсохла и подгнила уберу все лишнее и в то же время еще постараюсь некоторые клубни их поделить но вы прекрасно знаете что для того чтобы гергина росла недостаточно иметь просто вот один клубенек такую бульбочку должно быть обязательно хотя бы часть с почкой которая располагается именно на старом побеге старом цветоносе прошлого года делить можно очень удачно скажем так вот другой сорт у нас здесь посмотрим что так пабло вот вы видите здесь раз два три три старых побега та же самая проблема что и в предыдущем сорте начал подгнивать какой-то клубенек один вот я его пальцем прощупываю соответственно влажность повысилась и это сразу дало толчок прорастанию опять же я аккуратненько сейчас все по обрежу лишнее то что подгнившие высохшие тоже уберу беру вот эти вот все хвосты и поделю вот в данный клубенек он у меня будет ну разделен минимум на два как бы их назвать куска посадочного материала потому что но они каждый будет все равно содержать по несколько клубней ну и обязательно это вот конечно наличие этих старых побегах на которых как раз и базируются вот эти вот почки можно для более раннего начала цветения уже где-то в конце февраля часть клубенечков высадить в горшки землей изначально можно их будет поставить в такое прохладное помещение чтобы там шло сперва укоренения появление новых корней ну а уже потом когда тронуться в рост перенести более теплое помещение и уже тогда где-то к середине или концу мая у вас будет цветущее растение единственный нюанс это конечно обязательно надо будет весной контролировать уличные температуры потому что георгины они очень теплолюбивые растения и малейший заморозок которым в общем-то грешат весенний период он конечно вашу всю красоту уничтожит в самом начале роспуска красивые гергинки низенькие пышные классные куча сортов хочется еще больше и больше но надо как-то наверно останавливаться и радоваться тому что уже есть и так ждем цветения но и летом посмотрим на всю эту красоту